Компания Биотехагра создана в 2004 году, находимся мы в городе Тимошевске, занимаемся производством и продвижением биопрепаратов для сельского хозяйства, растеневодства и животноводства. В основе лежат живые полезные микроорганизмы. Ну это примерно наше производство, так чуть-чуть. Преимущества биопрепаратов, ну я не буду останавливаться, потому что есть здесь каталоги, есть там препараты, описания и так далее. Я остановлюсь немножко на, так сказать, ну на почве, наверное, нельзя не остановиться. В любом случае все понимают, что фитосанитарное состояние, как бы экологический анализ почвы не улучшается. И в части фузариозов, корневых, прокорневые гнили вызывающие и так далее. Поэтому этот прием, который мы все время пропагандируем, давно работаем, и он, как бы, делает свое дело, конечно, не быстро. Поэтому должны все понимать, что этот процесс не быстрый. Значит, по обработке семян, это вот препараты такие, я тоже два слова. Просто я хочу подчеркнуть, что это вот стоимость, да, как бы, вы можете сравнивать это с любыми химическими протравителями, по цене в первую очередь, я, так сказать, обращаю внимание. Вот, ну и всегда всходы, обработанные биопрепаратами, они, ну, как минимум, на 2-3 дня всегда раньше появляются. Более мощная, развитая корневая система. И вот и по прошлому году каждый раз мы отбираем, смотрим. Я не буду, как бы, тоже зацикливаться, но, как минимум, хочу сказать, что выиграем в цене. Естественно, после фитоэкспертизы семян, потому что по головне препараты, биопрепараты, так сказать, эффективность невысокая, поэтому обязательно фитоэкспертизу, а потом уже определять, какими препаратами работать. Или био, или химия, или, может быть, можно совместно отработать. Значит, и то, что касается весны, значит, и там предлагается такая схема, вот, совместно с гербицидом, а если, как мы сейчас видим, так сказать, состояние зимы, оно не, скажем так, слабо развитое, да, поэтому, если есть возможности, так сказать, климатические условия позволяют выйти в поле раньше, при достижении температуры, там, в общем, препараты работают от плюс 5 градусов, ну, конечно, лучше, когда это будет 10, 12, там, 15, вот, то можно до кущения, если нет, то совместно, вот, с гербицидом, то есть это препарат БСК-3, 2 литра на гектар, здесь он у нас трехштамовый, тут и бацилюсуптилис, и псевдомонада, и триходерма, то есть псевдомонада работает раньше, эти по температурному режиму, эти чуть позже, плюс ГЕСТИМФИТ марка Ж, мы зарегистрировали в прошлом году ГЕСТИМФИТ, и там разных марок, но это же, это как раз азотфиксаторы, это фосфатмобилизующие, и, ну, то есть азоспириль в бразильевенции, здесь бацилюсмигатериум, и хитомом глобусом, то есть это стимулирующие штаммы, которые, ну, хорошо работают, они снижают и действие гербицида, в том числе и БСК, то есть и укрепляется иммунитет растения, то есть и улучшается развитие корневой системы, я хочу сказать, что вот после этой обработки, где-то через неделю состояние, то есть разница до обработки после, где-то уже видна, вот через неделю, даже по цвету растений, то есть это вот, ну, действительно так, значит, дальше это, ну, такой бюджетный вариант, это ГУМЭЛЛЮКС, он как бы недорогой, это ГУМАТ плюс 7, плюс еще, так сказать, 5% кремния, да, кремний, он играет тоже свою роль здесь, импровер, это мы производим препарат, это одевант, который способствует, ну, пролипанию, растеканию, и даже, ну, как бы, проникновению, для биопрепаратов это важно, но я хочу подчеркнуть, что если слабо развитая посева, здесь можно обойтись без одеванта, а уже когда более облиственная, так сказать, леготативная масса больше, значит, там уже, так сказать, эффективность выше, значит, и потом дальше обработка в фазу калашения, здесь такие варианты, это БФТИМТИМ, это 3 литра на гектар, чисто споровый бациллярный препарат, плюс ГУМАТ, плюс импровер, тоже вариант такой, как бы, недорогой, вот, значит, хочу сказать, вот при сухой погоде, когда, при недостатке влаги, биопрепараты работают эффективно, то есть в каком плане, они, фитосанитарное состояние, как правило, здесь, оно лучше, то есть развитие болезни, оно гораздо ниже, чем если при влажной погоде, да, поэтому, как бы, применение, ну, здесь конкретно надо смотреть по каждому, по сложившейся ситуации, и там принимать решение, чем работать, или чисто биологией, или химическим препаратом, ну, последние 2 года мы вот, вот, так сказать, изучили вот этот вопрос, где мы биопрепарат совместно с самой минимальной нормой химического фунгицида, как минимум здесь мы урожай не теряем, мы ниже его не получаем, но мы, опять-таки, выиграем в деньгах, то есть это, то есть это дешевле, ну, работаем уже в предприятии, вот, 16 лет мы на этом самом, то есть работаем со многими научными учреждениями, то есть и с институтом биологической защиты, и садоводства, и наградарства, то есть проверяем разные схемы, штаммы, и институт масличных культур, соя, в том числе и на кулянты производим, и так далее. Дальше я просто хочу, вот по прошлому году какие данные, конечно, у нас нету таких данных, что по 7 центнеров прибавки, ну, как есть, вот, смотрите, это Таня, вот, агрокомплекс Павловский, это Атаманский, Павловский район, да, северная зона наша, вот мы там семена обработали БСК-3, и фазу кущения БФТИМ, выход в трубку, вот, БСК, то есть это такая вот была, такая насыщенная обработка, урожай, как видите, одинаковый, но затратная часть, она, она, как бы, вот, да, существенная, 970 до 1000 рублей на гектар, ну, на площадь, это, в общем, тоже агрокомплекс, есть только в Старолюшовске, я хочу обратить внимание, что здесь вообще, ну, по ряду там обстоятельств, это, в принципе, не кукуруза, по зерновой кукурузе, но, в общем, у нас схема не получилась, как мы наработаем там, по укущению, потом, иногда, промежуточную, после гербицидов, там, через 10 дней, получилось отработать только в колышение, вот, мы здесь сделали то, что я вам говорил, БФТИМО 2 литра, ИНПУ 0,3, то есть, по минимуму его сделали, да, вот урожайность, такую урожайность получили, и такая, вот, экономическая составляющая, то есть, выгодно, выгодно, это вот одна обработка в колышение, ну, то есть, фотосанитарное состояние позволяло, в общем-то, не делать предыдущие обработки, и поэтому, вот, сказать, что мы там прибавку получили большую, ну, не получили, скажем так, урожай, там, одинаковый, но в затратах выиграли, это вот, Кирово, Красная Поляна, Песчанокопский район, это вот, их схема, как есть, мы только здесь добавили, БФТИМ, видите, в фазу укущения 3 литра, да, и в колышение, как бы, опять сделали совместный, то есть, вот она урожайность, она тоже, как бы, равная, да, грубо говоря, 1,65 там, ну, смотрите, какая разница в цене, это по фунгицидной части, если я, как бы, подчеркиваю. А что вы изменили? Мы поменяли химический фунгицид на биологический, да, то есть, там, спирит, там, БФТИМ, тут колоссаль, мы сделали по минимуму, то есть, мы, не жарим, как минимум, мы просто выиграем в деньгах, но, балло того, что, давайте так, в 20-м году не было, и болезни, мы, мы согласны, то есть, мы как раз и подчеркаем, то, что необходимость обработки химическим фунгицидом, надо смотреть, стоит ли вкладывать туда деньги, по ситуации. Давайте, по 18-й, вот, такую схему, глянем, химическое хозяйство, ну, кстати, оно было меньше, и по засухе, и по, вот, возвратным морозам, то есть, там ситуация была, то есть, и уровень урожайности, видите, какой там, ну, достаточно солидный, поэтому, здесь вот, так сложились, одна обработка, вкущение мы делали, а дальше была химия. Значит, это Цемлянская, вот, Грахолгинспе, этот, Шпаковский район, Ставропольский край, здесь тоже БСК отработали, и вкулашение БФТИМ с титул дула по минимальной норме, то есть, вот такая урожайность, она тоже, так сказать, ну, здесь на 3 центнира у нас разница, ну, и по затратам, примерно, тоже одинаково, то есть, ну, ситуация там была, ну, похуже, как бы. Витя Сем, все, я понял, Витя Сем, смотрите, тоже результаты, выход трубку работали, вкулашение, то есть, урожайность, она равная, затратная часть, вот она такая, то есть, это здесь по Ростовской области, это таблицы, это 19-й год, это 19-й, это 19-й год, да, ну, смотрите, урожай, 58-58, то есть, где-то, равная, в большей степени равная, есть 1,4, 1,8, 1,4, но экономика, она, ее видно, да, по экономике, да, то есть, это 19-й, это 16-й год, ну, как бы, помельче, ну, тоже, как бы, видно, где равная, где равно, да, это равная урожай, ну, и прибавки, видите, они совершенно разные, есть, вообще, по условиям, есть этот самый, дальше 17-й и 18-й, пожалуйста, 17-й и 18-й, это те, которые, ну, какие опыты проводим, мы заносим таблицу, тоже, смотрите, по прибавкам, они тоже равные урожаи, есть, больше, есть, меньше, этот самый, ну, в принципе, экономика, опять-таки, она выигрывает, это то, что есть, тут без всяких, мы, не, без, поэтому, конечно, вот, обработка, которая, что касается первой обработки, до гербицидов, совместно с гербицидом, мы вообще считаем, на протяжении, вот, скольких лет, здесь вообще не надо применять химические препараты, фунгенцины имеется в виду, здесь великолепно справляется биология, но это в редчайших случаях, если где-то там, допустим, бурая ржавчина, но это не ее время, бурой ржавчины, да, и то, если и работать по бурой ржавчине, в начале, когда появляются единичные пустыны, как и, кстати, химическим фунгицидом, то препараты работают и в этом плане, что касается последующих обработок, там уже по результатам обследования, принимать решение, чем работать, как складывается ситуация, написано, как бы, не читали, да, не читали, непонятно, когда работают, чем работают, просто здесь вынесли, вынесли данные, а не так, как мы там, вот как бы расписано, да, просто, ну, они есть, так сказать, эти акты, эти хозяйства есть, ну, как бы, вы можете, вот то, что по Ростовской области, да, и не только, просто можете позвонить, уточнить и так далее, это я так, для примера, это обработка кукурузы, обычно по кукурузе мало кто работает там фунгицидами, ну, разница в чем, разница здесь не в урожае, а разница в поражении фузовиоз, то есть, как правило, когда, когда вы лишь работаете, по кукурузе нет, а зачем работать там, ничего как бы нету, ну, на самом деле, вы прекрасно понимаете, что есть, конечно, если кукуруза не засохла, да, как сложились климатические условия, и поэтому тоже есть фактор такой. Спасибо. С фермерами, хозяйствами работаете? Нет, и с фермерами, почему? Нет, нет, не только, конечно, всех, кто, ну, я хочу сказать, для этого производства препаратов порядка 3000 тонн, если в гектарах, то там, у растеневодцев это порядка, ну, по прошлому 600 тысяч гектаров, это, ну, не опыты, это опыты, вы проводите. Какие на сравнении с физическим, препаратом фунгицидом? Фунгицидом, фунгицидная часть. У фунгициды, допустим, 80-85%, 60%, сколько? В зависимости от патогена, она идет от, от 50 до 85. Вкусение работать химически не нужно, у нас не ржавчина, да, ржавчина, болезнь более позднего периода. Ну, не только ржавчина, у нас перенофороз, перенофороз, работаем, септориоз уже появляется, вкушение, работаем, ваши препараты поедем. Работает эти препараты, в пределах 70-80%, в зависимости от, от фитосанитарного, не, от официальной данной, я могу, тут даже, как бы, не, ну, давайте даже так, вот все препараты, они зарегистрированы, то есть, их регистрировали, то есть, проводили испытания, в разных зонах России, да, не только, в разных институтах. Есть полная аннотация, СТО и так, прочее, прочее, это самое, выводы и заключения, и эффективность в разных дозах, в сравнении, примерно, там идет стандарт фитоспорин, да, так вот, в сравнении со стандартом фитоспорина, вот буквально, перечитывал, да, по большинству патогенов, эффективность, допустим, баэфтима выше, и она там идет от 70%, да, есть, есть, как бы, разные моменты, есть, в зависимости от, есть, допустим, циркоспороз на свекле, там, идет от 50%, то есть, там, разные, это один момент, второй момент, в зависимости, насколько, развитие патогена, да, то есть, это, насколько порог вредоносности, да, то есть, когда горит, ну, естественно, мы там биологию не задавим, то есть, абсолютно, конечно, это уже поздно, и надо работать химическим фунгицидом, когда развитие болезни средней, ниже среднего, там, это справляется, то есть, вопрос, то стоит в том, что надо смотреть, это, это надо смотреть, обслебониторить, и принимать решения, ну, вот, на протяжении, хочу сказать, вот, 16 лет, это без всяких, это самое, у нас не было ни одного случая, чтобы, ну, в большей степени, вот мы, как бы, если по пшенице, то первая обработка, чтобы мы получили ниже урожай, я не говорю, ни о прибавках, ничего, просто ниже урожай, мы ее не получали, если все, вот, как бы, нормально сделано, вовремя, там, никаких вопросов никогда не возникает, кроме того, мы с работами закрытые грунты, и овощеводства, и теплицы, ну, я вам скажу, что, ну, это большие деньги, и если бы препараты не работали, никто бы ними не работал, а вредоносность патогенов, ну, допустим, на огурце мучнистой росатом, или ложном, и вы знаете, да, что это такое, и что такое, это закрыть эту проблему биопрепаратами, да, это сложно, это сложный объект, но он работает, и все больше и больше, ну, у нас, так сказать, предприятий, которые, ну, как бы, работает на, ну, и потом, так сказать, профилактическое применение никто не отменял, оно в любом случае, так сказать, в любом случае поддерживает, ну, почему, почему,